В этом выпуске подкаста упоминаются журналист Алексей Пивоваров, команда против пыток и ликвидированное решением Верховного Суда России общество «Мемориал». Российский Минюст считает их иностранными агентами. Как быть, когда преступления совершаются открыто, в массовых масштабах, с опорой на государственный аппарат, а полиция, следствие и прокуратура закрывают на эти преступления глаза? Да. Как правило, возникает сразу разговор о том, что это слишком сложно, и, может быть, лучше вообще не ворошить прошлое, перевернуть страницу, подвести черту и начать с чистого листа и в таком духе. Когда говорят о переходном правосудии, обычно такой символ этой области это так называемые комиссии правды, такие внесудебные органы, в которых заседают различные уважаемые общественные деятели, правозащитники, и туда обратиться жертвы, насилие совершенного представителями государства, и рассказать о том, что они пережили. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы, его ведущие. Я журналист Зоя Светова. Я журналист Вера Челищева. И сегодня наш гость Николай Бобринский, юрист, магистра юриспруденции, как написано в одной из публикаций. Да, Николай Бобринский, кроме того, автор нескольких работ о переходном правосудии в России и в других странах. И вот сегодня мы как раз хотим поговорить о том, что же такое переходное правосудие. И почему вообще мы хотим об этом поговорить, спросите вы. Я попробую сейчас объяснить. Дело в том, что мы сейчас живём в такое время, когда мы всё время думаем о будущем. То есть мы живём настоящим, не загадываем вперёд, но тем не менее всё равно думаем о том, что будет, когда тот период в жизни нашей страны, который многим из нас не нравится, и мы хотим, чтобы многое изменилось. И в частности, когда речь идёт о правосудии, я думаю, что мало вообще в России найдётся людей, кроме, может быть, самих судей или прокуроров, которые работают в российских судах, которым бы это правосудие нравилось. Я догадываюсь, что им самим это правосудие не нравится, а я вообще считаю, что в России вообще нет никакого правосудия. И поэтому хочется поговорить о так называемом переходном правосудии. Есть ли уже опыт успешных таких институциональных реформ, которые были связаны с внедрением концепции переходного правосудия в разных странах? И, кроме того, хотелось бы с Николаем Бобринским поговорить ещё и о том, что удалось и что не удалось сделать в России после перестройки и в начале 90-х годов, и какие возможности были упущены. Собственно, я заимствовала вот эту последнюю фразу из одной из научных работ Николая Бобринска, которая так и называется «Постсоветское переходное правосудие в России достижения и упущенные возможности». И работа эта была написана в 2018 году. Николай, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно услышать такое оптимистичное начало беседы. Да, конечно, мы живём в России, поэтому мы оптимисты. Николай, объясните, пожалуйста, вот нам и нашим слушателям, потому что подавляющее большинство наших слушателей не является юристами. И объясните, пожалуйста, на доступном русском языке, на неюридическом языке, что это такое переходное правосудие. Я думаю, что придётся начать с такого примера. Обычная ситуация преступления и реакция у него государства, она всем известна. То есть есть преступник, который, как правило, действует тайно, боится, что его поймают, совершает преступление, скрывает следы. И потерпевший, узнав о случившемся, обращается в полицию. Полиция и другие правоохранительные органы начинают расследование и в случае успеха находят злоумышленника, возбуждается уголовное дело, передаётся в суд. Дальше суд рассматривает его, и в случае, если обвиняемый признаётся виновным, выносится приговор. Вот так происходит более-менее во всех странах в случае с обычными преступлениями. Но как быть, когда преступления совершаются открыто, в массовых масштабах, с опорой на государственный аппарат, а полиция, следствие и прокуратура закрывают на эти преступления глаза, и преступники остаются безнаказанными, и так происходят годы и десятилетия. Обычные средства борьбы с преступностью в этом случае не работают, даже когда власть меняется, и полиция, и другие правоохранительные органы получают команду всё-таки начать борьбу с этими преступниками. Масштаб этого криминального наследия так велик, что обычная правоохранительная система, она с этим наследием не справится, и, как правило, возникает сразу разговор о том, что это слишком сложно, и, может быть, лучше вообще не ворошить прошлое, перевернуть страницу, подвести черту и начать с чистого листа и в таком духе. И, собственно, это отправная точка для разговора о переходном правосудии. Как быть с наследием массового узаконенного насилия, в первую очередь, речь о том, примите к переходному правосудию о насильственных преступлениях, но не только. Каким образом восстановить справедливость, установить правду о случившемся, восстановить права потерпевших и создать гарантии для неповторения вот этих масштабных злодеяний. И переходное правосудие – это достаточно поздний термин. Он возник и распространился в 90-е годы прошлого века благодаря такому первичному анализу и суммированию опыта поставторитарных стран сначала Латинской Америки, затем Центральной и Восточной Европы, некоторых стран Африки, в частности, Южной Африки, Африканской республики. И переходное правосудие предлагает решение, как в таких случаях всё же хотя бы и в ограниченных масштабах восстановить справедливость. Обычно, когда говорят о переходном правосудии, имеются в виду вот как раз эти четыре больших направления. Первое – это, собственно, уголовные процессы, судебное преследование, но это происходит с большим количеством особенностей, о которых можем чуть попозже поговорить. Второе – это установление правды. Как раз это направление, оно зачастую больше всех известно широкой публике, когда говорят о переходном правосудии. Обычно такой символ этой области – это так называемые комиссии правды, такие несудебные органы, в которых заседают различные уважаемые общественные деятели, правозащитники, и туда могут обратиться жертвы насилия совершенного представителями государства и рассказать о том, что они пережили. И в результате эта комиссия, она выпускает какой-то большой итоговый отчет, где описывает в таком широком, широкими мазками и на детальных примерах, как происходило вот это массовое насилие. Опять же, один из таких наиболее известных примеров это Южноафриканская комиссия правды и примирения, там они занимались насилием со стороны режима апартеида, но и также не оставили без внимания и те акты насилия, которые были совершены движением сопротивления. И в итоге жертвы признаются в этом качестве, получают признание своего статуса жертв, и за этим, как правило, следуют какие-то меры по восстановлению их прав или часто используют условия репарации. Это и денежные компенсации, восстановление в прежнем положении, например, восстановление на работе, и моральное удовлетворение, то есть принесение официальных извинений, и психологическая или медицинская реабилитация. Николай, извините, пожалуйста, я вас перебью, у меня как раз уточнение по поводу комиссий. А вообще, насколько они были успешны, как часто они проделали вот эту свою работу, и как часто они приходили к успехам вот этой комиссии? Ну, тут сложно вообще говорить о успехе в таком деле. Это всё делается не от хорошей жизни. Я скажу, сразу отвечу на первую часть вопроса, это достаточно распространённое явление. На мой взгляд, сейчас уже существенно больше, чем в 20 странах работали такие комиссии, которые занимались именно установлением фактов о массовом государственном насилии или же насилии в контексте внутренно-государственных гражданских конфликтов. То есть это достаточно широко распространённое явление, которое всячески сейчас рекомендуется для подобных ситуаций со стороны Организации Объединённых Наций. Но об успехе можно говорить в каком смысле? Это лучше, чем ничего, безусловно, потому что альтернатива этому это забвение. То есть не то, что там есть что-то лучшее. То есть можно рассуждать о том, что эти комиссии, они в каком-то смысле ведут к безнаказанности, потому что, да, значит, они допрашивают участников вот этого насилия, но никакого суда над ними не совершается. Они остаются свободными и, собственно, не обязаны даже приносить извинения, там, раскаиваться, хотя иногда это приветствуется, но такого обязательного условия, как правило, нет. Но насколько этот суд вообще реален, очень немного стран, которые добились действительно массовых уголовных процессов над виновниками государственного террора. Их можно посчитать пальцем одной руки. Это Аргентина, Германия, и я в данном случае имею в виду даже в большей степени те процессы, которые происходили после объединения Германии применительно к репрессиям в ГДР. Чили, там, ряд других латиноамериканских стран, но в большинстве случаев альтернатива комиссии это полная безнаказанность и полное забвение. Но в этом смысле, да, это, безусловно, результат. Если бы не комиссия Конадеп в Аргентине, мы бы, наверное, никогда бы не узнали о том, что мы, в данном случае, живущие в другой части света и далеки от тех реалий, о том, что там творилось своими правления военной хунты. А так все-таки это позволяет создать общественное, скажем так, не то, что сформировать общественное создание, но повлиять на него, вот это высветить прожектором то положение, в котором находились потерпевшие, обосновать необходимость вот что-то сделать с теми людьми, на чьих руках кровь. И я как раз недоговорил до вашего вопроса, что четвертое направление это как раз гарантия неповторения нарушений, среди которых в основном выступает люстрация, то есть меры, связанные с недопущением к государственной службе людей, которые запятнаны участием в нарушениях прав человека или в бузурпации власти. А вот в этом смысле это лучше, чем ничего. Но говорить о том, что именно благодаря комиссиям в том или ином социуме произошло, установилась некая гармония, но, к сожалению, не приходится, это все-таки не панацея, это про Южную Африку сейчас тоже уже принято говорить, что вот там не все так идеально, вот если вы помните, недавно был фильм Пивоварова тоже с такой критической ноткой про то, как там все по-прежнему очень сложно. Но надо смотреть с противоположной точки зрения. Вот у нас есть страны, как, например, наша, где вообще ничего не происходило, и вот, собственно, мы получили возвращение даже в худшем виде. Подождите, не забегайте вперед, Николай, во-первых, надо сказать, что Пивоваров, Алексей Пивоваров, да, это иностранный агент, о фильме которого вы говорили. И я хотела вот продолжить то, что говорила Вера. Я почитала ваш доклад, вернее, доклад одним из авторов, которого вы были, это «Между местью и забвением». Да, это очень точное, мне кажется, название, потому что вот те, которые люди, которые создают эти комиссии, которые мечтают о каком-то суде над виновниками нарушения прав человека, это своего рода, в общем-то, недвижимой местью, ну и справедливостью и местью, но с другой стороны это альтернатива между забвением, между каким-то судом и забвением. Я был с вами поспорил насчет мести. Все-таки месть это, скажем, очень личное чувство. Зачастую главными проводниками переходного правосудия выступают люди, сами-то и не особо пострадавшие. Ну вот опять же, если брать пример той же Южной Африки, там главный деятель этих комиссий это епископ англиканской церкви Десман Туту. Я могу ошибаться, но если я правильно понимаю, он хотя и относился к угнетаемой группе, но сам лично не пострадал. То есть идея справедливости, на мой взгляд, она такая более общая, которая невозможна закрывать глаза на зло, которое творится вокруг и касается твоих членов твоего сообщества. Да, но вы же назвали этот доклад между местью и забвением. Мы как раз говорим в этом заголовке, что надо бы как-то посередине. Потому что месть – это когда после геноцида армян армяне устроили так называемую операцию Немезида и расправились над несколькими турецкими деятелями, которых считали виновными в геноциде. Вот, да. Да, но это тонкий лёд. Давайте не будем его затрагивать. Я хотела вернуться к этому же докладу. Вы там говорите и разбираете ситуацию с преступлениями коммунистического тоталитарного режима. То есть вы говорите о сталинских репрессиях. И известно, что после смерти Сталина и в 20-м съезде эти репрессии были названы преступлениями. Но в дальнейшем ничего не в Советском Союзе и в России ничего не произошло. То есть как вы сказали, что судебные процессы почти не бывают. Не было никаких судебных процессов против виновных в сталинских репрессиях, если только не брать то, что многие из тех, кто сами творили репрессии, были репрессированы в сталинское время. Но можете ли вы объяснить, почему новая Россия не решилась на это, на то, чтобы окончательно как бы расквитаться с этими сталинскими репрессиями? Во-первых, все-таки речь не только о сталинских репрессиях. Террор начался буквально с первых дней большевистского переворота. И собственно наиболее интенсивная его часть относится к периоду гражданской войны. Это как раз следует из текста закона реабилитации 1991 года, где прямо в качестве такой начальной точки указано 25 октября 1917 года. У меня нет ответа на этот вопрос удовлетворительного. Я сам хотел бы его получить, но нет какого-то конкретного человека, кто мог бы ответить за всех. Из того, что я вижу, конечно, очень сильно отличается вот наше нынешнее восприятие людей, которые оказались перед лицом неудачного, неудачной попытки построения демократического правого государства от того, что было, может быть, даже у тех же людей, но 35-30 лет назад. Видимо, был большой оптимизм относительно возможности перерождения человека в новых общественных экономических условиях. То есть достаточно было упразднить коммунистическую идеологию, власть КПСС, и все те люди, которые в советском обществе зачастую там мучили одни других, они будут жить по новым гуманистическим принципам. Иначе я не могу объяснить слово прекраснодушие здесь, я бы сказал, было бы слишком мягким. которое сквозит в очень многих документах того времени, составленных правозащитными организациями, да и просто демократическими, то есть организациями демократического движения. Я имею в виду, например, резолюцию учительного конференции мемориала 1989 года, где прямым текстом говорится, что я сейчас могу ошибиться в словах, но общий смысл, что во имя гражданского мира мы отказываемся от требования уголовной ответственности для участников политических репрессий. Зачем это было писать? Сейчас, смотря из 2024 года, ответа у меня нет. Я спрашивал свидетелей, участников тех событий, ну вот люди, видимо, не отделяли себя от советского общества и не видели возможности как-то провести какую-то черту между палачами и жертвами, потребовать, чтобы все-таки палачей к ответу поставили. То же самое вызывает такое же удивление, тоже очень нахо говоря, как фраза из любимой очень многими либеральными юристами концепции судебной реформы 1991 года, где говорится о необходимости бережного отношения к старым кадрам прокуратуры и суда. Это все отражает одно и то же представление. Ну и есть известная вот эта фраза, которая выразила всю эту тенденцию, фраза последнего председателя КГБ. Виноваты не люди, а система, которая их воспитала. И делается из этого вывод, что никакая иллюстрация, никакие процессы не будут происходить. Ну, многое, конечно, собственно, на совести Ельцина и его команда, которые могли после краха Куча делать первые несколько месяцев очень многое в этом вопросе. И тогда, собственно, по крайней мере, номинально во всем направлениям переходное правосудие было запущено. Но кроме процесса над участником ГКЧП, никакого другого уголовного судебного процесса над советскими руководителями не случилось. Да и процесс ГКЧП, сами помните, чем закончился. Ничем, амнистией. Это большой вопрос. Я должен сказать, что был бы рад, если бы вы как-то отдельно с другими участниками о нем поговорили. Кстати, да, можно развить, и это такая большая тема, которую можно посветь отдельный даже подкаст в наш выпуск. А у меня вопрос как раз про переходное правосудие. Вот в вашем докладе в последней главе описывается структура органов переходного правосудия и важные принципы сформулированы, я цитировала. Ни один государственный орган не может эффективно реформировать сам себя. Одинаковые по содержанию и методам задачи не должны возлагаться на разные органы системы, а также расследование нарушений прав человека и реабилитация потерпевших от таких нарушений не может быть поручено самим нарушителям. Вот как вы предлагаете создавать эти органы? Правильно ли мы понимаем, что речь идет о двух вариантах международных судах и национальных? Вот можете рассказать подробнее, например, о национальных судах? Откуда вы собираетесь брать судейские кадры? Слушайте, это мы сразу перескалькивали на несколько шагов вперед, но в целом нет в этом прямо чего-то неосуществимого. Для начала, конечно, я выскажу тезис, что вопрос о суде, о судебной системе, он гораздо шире, чем переходное правосудие и суды над участниками преступлений прежнего режима. Это вопрос, который имеет колоссальное значение для будущего нашей страны, и от того, получится ли к нему самим быстро вернуться и решить его удовлетворительно, очень многое зависит. Поэтому я в данном случае выступаю за полное переформирование суда, то есть создание судейского корпуса заново. В этом случае, конечно, задача будет весьма большая, все-таки это несколько десятков человек, несколько десятков тысяч человек. Но, повторяю, это отдельная тема, она тоже заслуживает и изучения, и отдельные тоже дискуссии. А для цели переходного правосудия основной вопрос, пожалуй, заключается в том, чтобы те судьи, которые непосредственно были вовлечены в политический террор, они никаким образом не были допущены ни к восстановлению прав потерпевших от этого террора, ни к уголовным процессом над его участниками. То есть, это такая более узкая задача, которая решается с помощью иллюстрации судей по критерию, вот, я предлагаю критерию участия в политическом терроре, который предполагает исключение судейской корпорации людей, осматривавших, выносивших обвинительные приговоры воры по делам, которые составляют, соответствуют признакам государственного террора. По уголовным делам, делам местодельных правонарушений в первую очередь. Это существенная доля судейского корпуса, но все-таки это не есть, и по ряду подсчетов это может быть на первом этапе около 10-15 процентов судей судов общей юридикции. Это много, то есть, это 3-5 тысяч человек, но юристов России пока, слава богу, много, в том числе есть и хорошие юристы, и часть из них, к сожалению, уехала, но я надеюсь, что при таком развитии событий, когда вот эти вещи, о которых мы с вами говорим, станут возможными, в хороших венедатах, пока имели на первом этапе, уверений, недостатка не будет. Но вот вы как раз в своей работе, да, я ее, честно скажу, не читала, но само название, название говорит само за себя, это подсоветское переходное правосудие, достижение упущенной возможности правосудия в России, но речь идет, конечно, о судебной, так называемой судебной реформе, о концепции судебной реформы, которая была принята в девяносто первом году, и я напомню нашим слушателям, что достоинствами этой судебной реформы эксперты считают то, что в России появился так называемый состязательный процесс, появился суд присяжных, была неисменяемость судей, но это довольно быстро все закончилось, в начале двухтысячных годов произошла контрреформа, и в общем-то сейчас мы люди, которые занимаемся судебными темами, журналисты, которые очень много работают как судебные репортеры, вот как Вера, как я, и мы можем, мне кажется, свидетельствовать о том, что вот эта система просто превратилась в тыкву, а ваши коллеги из команды против пыток, они написали такую книгу, которая, да, это команда, признанная агентом команды против пыток, у них книга называется «Анатомия распада», и вот они говорят о том, что судебная российская система, она полностью распалась, но вы можете сказать, ну, одна из главных ошибок, я так понимаю, это отсутствие люстрации, да, судей и прокуроров, но какие еще были упущенные возможности, почему тогда не получилось, и почему вы уверены, что получится в другой раз? Я все-таки не могу себя назвать специалистом именно по судебной реформе, что касается люстрации, это просто, ну, то, что действительно бросается в глаза, то есть в Советском Союзе было довольно много политических заключенных, их же кто-то судил, их, значит, требовало кто-то посадить, я имею в виду, сейчас прокурор, их главные дела кто-то расследовал, проводил обыски, вот все вот эти люди, это значительное число сотрудников суда, прокуратуры, КГБ, они, разумеется, они не должны были попасть в новый суд и в новые прокуратуры, в новые органы безопасности, но по каким-то совершенно непонятным мне сейчас причинам никто этим не озаботился, наоборот, вот в той же самой концепции был задекларирован зеленый свет, вот мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в новом суде очень хорошо, ну, так и получилось, особенно, конечно, это ярко видно на примере бывших органов безопасности, КГБ, которые, хотя и были реформированы и разделены на много частей, но никакой персональной иллюстрации не случилось, и вот все это, все они вернулись, точнее, не то, что они вернулись, многие продолжали работать без перерыва, это одно из необъяснимых явлений того времени, которое, конечно, некоторых наблюдателей заставляет подозревать, что вся перестройка и последующие события были большим заговором КГБ, я не сильно, не верю в такую теорию, но степень толерантности к сотрудникам карательной структуры коммунистического режима, она совершенно беспрецедентна. Я так понимаю, что отчасти это было связано с политическими обстоятельствами того времени, бывших сотрудников КГБ рассматривали в качестве лояльных новой власти, в отличие от бывших функционеров КПСС, которые казались главной угрозой тогда, в 90-е годы. Поэтому с первыми можно было сотрудничать, закрыв глаза на их прежние предрешения, а вот зато вторых можно было как-то держать везде. Ну, в результате известно, что случилось. Ну, то есть, получается, что главная фишка, если можно так сказать, этого переходного правосудия, его окончательном, когда у вас там много-много разных этапов, дары, вот эти комиссии, потом ещё какие-то этапы, и в конце концов нас-то интересует, чем сердце успокоится, чем закончится, какими судами. Что главное, это люстрация. А есть ли у вас уверенность, что те люди, которые придут на смену, вы говорите, очень много юристов, да, но вот те люди, которые придут на смену этим судимым прокурорам, что они будут те самые настоящие, справедливые судьи и прокурор. Какая уверенность у вас есть? Ну, во-первых, всё-таки главное, на мой взгляд, это не люстрация и даже не уголовные суды, а восстановление прав жертв. Это всё-таки самое важное, то, без чего точно обойтись нельзя, и в отношении чего я особенно оптимистичен, потому что это вещь, которая, скорее всего, станет приемлемой для, если не любых следующих правителей, то для очень многих вариантов, в том числе и тех, которые сейчас воспринимаются в качестве верных путинистов. То есть у нас всё же масштаб государственного террора довольно велик. Это десятки тысяч, если не сотни, потерпевших. И восстановить их в нарушенных плавах, извиниться перед ними, выплатить им какие-то справедливые компенсации, это задача первой необходимости. Но что касается вашего вопроса насчёт гарантии, что новые суды будут лучше прежних, я думаю, что гарантия здесь может быть только в том, чтобы туда пришли люди, по-хорошему, амбициозные, которые действительно, для которых важно право, и им интересно видеть себя вот в этой роли. То есть сейчас, как мы знаем, судейская корпорация очень закрытая и пополняется в значительной степени из самой себя, то есть сотрудники аппарата, суда становятся потом судьями. и из прокуратуры, и других правоохранительных органов. То есть это очень отделённое от общества, такая каста. У нас же, несмотря на потрясение последних трёх лет, всё же сложилось достаточно большая и в некоторых своих, во многих своих, в лице многих своих представителей прогрессивное и образованное юридическое сообщество, я там не говорю в целом, но хороших юристов в России немало. И если открыть доступ на судейские должности для всех и проводить конкурсы по правилам, в основе которых будут личные профессиональные навыки, то, конечно, на первом этапе, во всяком случае, качество получится достаточно высокое. Дальше там, естественно, суды должны быть в фокусе общественного внимания. Это должно быть очень важным институтом за деятельностью, которое общество должно тщательно следить и следить, как было в революционной России, где это была, пожалуй, одна из главных общественных трибун. И я думаю, что дело пойдёт. Тут важно ещё убрать, конечно, вот это давление значит, органов безопасности, которые сейчас для судей выступают в роли таких негласных, скажем так, цензоров. Кураторов. Да, кураторов. Вот это вот очень важная вещь, которой быть не должно. Понятно, что полная гарантия того, что сам привив свежих крови не приведёт к каким-то коррупционным или иным преступным эксцессам. Естественно, это тоже возможно, но если суд будет жить как сейчас под постоянным надзором со стороны ФСБ с риском, что стоит тебе вынести управляющий приговор, как ты получишь антикоррупционную проверку, это, конечно, на таких началах хороший независимый суд не построишь. Да, но при мере, мне кажется, что мы заканчиваем на такой оптимистичной ноте, когда Николай сказал, что есть, и мы с Зой действительно это подтвердим, и многие пытаются, что есть замечательные юристы, которые остались, и которые уехали, которые могут стать профессиональными, независимыми и очень объективными судьями. Но мы вынуждены заканчивать, и мы обязательно об этом ещё будем говорить, и в том числе с участием Николая, я думаю. Сегодня мы только начали этот разговор на одну из важнейших и, пожалуй, сложнейших тем, связанных как раз с переходным правосудием. И мы говорили с магистром юриспруденции, практикующим юристом Николаем Боблинским. Мы попробовали пока только понять, что же это такое переходное правосудие, как оно применялось, как его можно применять, как оно применялось в главных других странах, и что из себя представляет система органов переходного правосудия, возможно ли их создать, из кого, и как раз вот мы говорили о том, что есть такие юристы, Николай об этом сказал сегодня, которые могут стать судьями, независимыми. Спасибо большое, мы обязательно продолжим эту тему, а вы слушайте наш подкаст «Совещательная комната» на YouTube, на Apple подкаст, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!